Едем из Траквархауса в Эбботсфорд. За один день, три различных места. Рослин, Траквар и Эбботсфорд. Это уже многовато информации. Ну да ладно, будем впитывать. Эбботсфорд – поместье на юге Шотландии, вблизи города Мелроус области Скоттиш Бордерс, построенное знаменитым писателем и поэтом Вальтером Скоттом в 1820-х годах. В настоящее время в поместье располагается музей Вальтера Скотта. Эбботсфорд находится на реке Твидия, на месте прежнего монастыря. Вальтер Скотт купил в 1811 году старинное здание и превратил его постепенно в романтическое жилище с прекрасным парком, библиотекой, древностями и картинами. Он мечтал стать родоначальником благородной фамилии, и он им стал. В 1820 году ему было даровано право называться сэр Вальтер Скотт Абботсфорд. Баронет, что он считал, это величайшей наградой. Послушаем, что нам расскажет Софья Соболева. Мы очень сильно передекорировали. Посмотрите вот на эти круглые башенки, донжоны. В идеале там, ну как бы по идее, там должны были прятаться стражники. Посмотрите на зубчики под балкончиками. Это имитация опускных решеток. Посмотрите, каждая труба превращена в какую-то как будто отдельную башенку. Получилась такая, знаете, диснеевская готика. Я хотела сказать, похоже на Диснея, это заставка. Шлемы и доспехи, оружие разных эпох и войн, фамильные гербы, бюсты и скульптуры, все это складывается в причудливый узор реальности. Скотт был увлечен коллекционированием оружия. В оружейной Эбботсфорда все оружие расположено так, как это было выставлено еще в 1818 году. Если вы посмотрите на потолок, вы увидите гербы. Вот это гербы знатных родов. И один из них, вот здесь вот, там просто какие-то такие золотые поля, такие золотые, такие ролики. Вот это род Халибартона, к которому, собственно, принадлежит Вальтерскотт. Когда его в 1820 году Геральдическая палата попросила набросать щит родового герба, он ответил. Это было совсем нетрудно, ведь до унии королевств мои предки, подобно другим джентльменам пограничного края, 300 лет промышляли убийствами, кражами до разбоем, своцарения Якова и до революции подвязались в богохранимом парламентском войске, то есть лицемерили, распевали псалмы и тому подобное, при последних стюартах преследовали других и сами подвергались гонениям, охотились, пили кларет, учиняли мятежи и дуэли вплоть до времен моего отца и деда. Ну что сказать, писатель был честным человеком. Герб Вальтера Скотта. А сейчас мальчикам будет интересно узнать. Привлекли мое внимание некоторые военные вещи, оставшиеся после битвы под Ватерлоо. Шапка Улана и пробитая пулей кираса французского кирасира. На другой стороне стены висели каска кирасира и под ней кираса французского карабинера. Логичнее было бы поменять местами шапку Улана и каску кирасира. Ну да ладно, пусть висят как висят. Шизанутые люди на реконструкции, наполеоновской эпохи, сразу увидят это несоответствие деталей, а нормальным посетителям это вообще-то по барабану. Как бы со старого дома. А вот здесь ключ, который вы видите, это ключ от старой каутрохии с киртюриной. Что с отделкой был прекрасно? Знаете, неподалеку Часов Миросу. И рядом Амбатство Миросу, Амбатство, где сохранились в XII веке, красные каменные статуи. И он что делал? Он просто брал, отправлял туда художника, который делал ему мини-копии этих статусов. И вот они сюда, они здесь появились. Вот смотрите, вот человек стоит святой, с ключиками. Это кто у нас сюда с ключиками, знаете, изображается? А, Петр. Петр, конечно, Святой Петр, да? Ключи от Раити. Маска для наказания Болтуна. После того, как надевали на него эту маску, у него блокировался язык. Закрывается, почему-то могло длиться не одну неделю. До сих пор в холле сохранились подлинные дубовые панели обшивки стен. У писателя была великолепная библиотека, в которой хранилось и читалось более 9000 книг. Служащие библиотеки на сегодня смогли изучить только части этого богатства. Хочу привести одно из великолепных изречений Вальтера Скотта. Актуальные по сей день. Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают. До самого потолка поднимаются полки библиотеки, уставленные плотными рядами драгоценных книг. Он показал небо, человек, ангелы, отыграющих на музыкальных инструментах, свисающие звезды. Видите, только здесь вот этот сюжет, он как будто умножен, раскручен. И если вы посмотрите, здесь даже появляется, например, лицо Марины Стеуар. Вы понимаете, представьте его жизнь. Он работает за долгие. А при этом, ну, всегда, вот его мечта была, этот замок, чтобы здесь были интересные люди, чтобы все приходили, чтобы столы ломились, чтобы подвалы были полны. Представляете, сколько было желающих пожать руку Вальтеру Скотту. И представьте, что если вы еще при этом за долги работаете. Он вставал в 6 утра, он писал, пока все спали, потом занимался общественной деятельностью. То есть, на самом деле, у него было очень интенсивно. На стене вы видите портрет единственного сына Вальтера Скотта. Его тоже зовут Вальтер Скотта. К сожалению, у него не осталось последненько, и все наследники идут по ночам Вальтера Скотта, Софии и мужу Джунглок. Самое интересное, что здесь есть, это, конечно, вот эта коллекция артефактов. Я вам напомню, 1815 год, конец наполеоновских войн. И поэтому здесь много вещей, связанных с этим периодом. Смотрите, буковка Н, императорская корона, видите. Считается, что вот в этой тетрадке, ручкой, которая лежала вот в этой коробочке, Наполеон делал записи в последнюю ночь перед битвой при Ваттерболе. Здесь же мы видим распятие Марии Стюарт. Очередное, да? Вот, а вот дальше очень интересная штука такая. Лорд Байрон, знаете, такой поэт, да? Да, был известный. Лорд Байрон вообще шотландец. И он был современник Вальтера Скотта, и они все стояли в литературной дружбе. Вальтер Скотт был занят в основном двумя делами, написанием романов и строительством своего фантастического замка Эбботсфорд. Китайская гостиная. Подарок шотландскому писателю от его кузины, работавшей в то время на вестынскую компанию. Стены в гостиной обклеены оригинальными обоями 18 века. Из Китая. Обои никогда не реставрировались. Вальтер Скотт любил собак. Ну вот, вот на стене вы видите портрет жены Вальтера Скотта, Шарлотта Карпензия. Вы знаете, он женился на ней не то чтобы по любви, а скорее по любовному разочарованию. Да, ему очень нравилось зрение. Ему очень нравилась одна такая мудная вертушка, там в Гуденбурге девчонка молодая, но он на тот момент был хорошим. Сэр Вальтер позировал для портрета, заказанного королем Георгом IV, мотивируя тем, что должен же быть на портрете хотя бы один красивый мужчина. Если портрет Вальтера Скотта, смотрите собаки, вот где бы мы его увидели, там памятник Вальтера Скотта в Гуденбурге, и где бы мы его не были, вы обязательно увидите, что рядом с ним у него будет лежать какая-нибудь собака. А вот здесь, помимо, такая штука, если у вас была какая-то коллекция, а коллекции были почти у всех, это было, знаете, ну вот тогда занятие, ну вот кто-то марки собирал, кто-то коробочки, а кто-то вот всякие исторические редкости, да. И вот посмотрите, сколько здесь всяких ящичков, выдвижные ящички, а вот эти две створочки, они еще раньше открывались, а там еще много-много ящичков, да. И там, да, мы разложили всю свою коллекцию, конечно, мы бы его вот так вот не держали. Этический переворот, и переворот в оружии, в первую очередь. И вот огромное количество оружия осталось после этого, и вошла, появилась такая мода развешивать оружие по стенам. Причем, знаете, это были не только вот там свои мастерские коллекции. Вы могли нанять специального мастера, который вам приходил и развешивал правильное оружие в правильной порядке, чтобы вы могли похвастаться теперь друзьями. Сам Вальтер Скотт никогда не был окрусильным человеком, он был очень мирный человек, но как бы-то не было, у него вот тоже там есть как бы вот эта коллекция. Посмотрите, какая интересная коллекция оружия, а, ребяток, посмотрите, как устроены крепежи для рук старого оружия. Посмотрите, какие хитроумные замочки здесь, да? Ну да. На стенах вы видите самое разное оружие из самых разных частей света. Вот, например, смотрите, пламенеющие лезвия. Видите, вот это восточное такое оружие. Вот это. Если опять не просто воткнуть, а еще и распилить. И прыгнуть. А вот вам ожерелье сэндвичевых островов. Это ожерелье из человеческих костей. А вот дальше, смотрите, вот здесь не спустите с глазками, видите, вот эти ключи. Вот Мария Стюард, она почти два года просидела в заключении в Шотландском замке на озере, на Лодке Южи. И она оттуда сбежала очень романтическим образом. Малолетний Паша могла бы на лодке, а ключи, как говорит легенда, бросили в озере. Никто не знает, как они попали в Вальтеру Скотт. Ну так вот, а вот здесь, посмотрите, вот мечи. Смотрите, как кавалериста. Продолжение орудия. Мечи, изобретение орудий убийства. Да. Люди резвились, да, не на шутку. Наверху вы видите шотландский щит. Вот опять, когда вы там будете через страну посмотреть, да, вы будете видеть все это оружие. Да, это просто, знаете, такая доска, обитая кожей, вот с этими заклепками. Очень часто вот здесь в центре еще будет вот такой шип торчать, чтобы можно было бы не только защищать. Обрываться. Да. Видите, какие-то приятные образы. Да. Знаете, посмотрите, вот такие фигуры, они очень часто появляются в британских церквях. Да, вот в личном Девашем, кстати, их там и полно, да. Они называются гротески. А никто не знает, какой смысл в них вообще за... Знаете, он был уже пожилой человек. По тем временам уже как-то очень почтенным сроком. Он очень болел, все уже знали, что он вот-вот умрет. И поэтому он перед смертью, а дело было в сентябре, он допросил принести свою кровать сюда, потому что отсюда открывается самый лучший вид у него любимого культура. И вот здесь я вам хочу показать, как интересно этот дом построен. Он когда купил это место, это просто был такой ровный скот, видите? Он специально попросил его террасировать таким образом, чтобы с дороги вообще не было видно замка, но в то же время, чтобы он был на возвышении. Чудесно. Более такие древние родственники, в том числе его прадед, он тоже был юрист, а вообще вся семья у него была юристой. Вот, у него тоже еще был Бородач. И его возраста, то мужик вообще... А ведь он вырезал. Да, а Волгой. У меня уже стресс все время был, он в Долгане. По-про-поживи. Человек боился, вот моя горничная, вот мой садок. Безусловно. А у него это был вполне нормальный. Когда вы были в Эдимбургском замке, Татьяна вам рассказывала о том, как благодаря усилиям Вальтера Скотта спасли королевский шотландский легалий. На шлейзам ровную стерну, да, там как их все. Вот, так вот смотрите, вот оно изображение. Вот это королевская коронка. Чтобы сохранить наши коллекции для будущего, мы были бы признательны, если бы вы не прикасались к экспонатам и мебели, выставленным на открытой выставке. Потерянные ключи. Эта мешанина лишних ключей накапливалась на протяжении поколений потомками сэра Скотта в Эбботсфорде. Ключи от замков, которые они когда-то открывали, двери, ящики, часы, шкафы и разные предметы мебели. Возможно, у них еще есть шанс воссоединиться со своими замками, но это кажется маловероятным. Вместо этого ключи напоминают нам о вещах, утраченных с течением времени. Они являются метафорами секретности и уединений людей, но они также представляют собой приманку прошлого, которую мы пытаемся раскрыть в процессе расследования. В конце, прогулялись среди цветущих рододендронов. Сделали несколько фотографий на память. Рекомендую посмотреть видео на канале Софьи Соболевой. Свой человек в Шотландии. Очень познавательно. Например, как правильно есть английскую булочку. Или чаепитие по-английски, молоко в чай или чай в молоко. Большое спасибо Софье Соболевой за проведенные экскурсии в этот день. Все ссылки, как всегда, под этим видео. Ирина в Эбботсфорде забыла свой телефон и банковскую карточку. Позже, когда спохватились, но было уже далеко. Софья позвонила в музей. И через неделю мы получили маленькую бандероль из музея. Музей выслал по почте, телефон вместе с банковской карточкой. Приятно. Черт возьми. Музей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok